итак всем привет дорогие друзья это новый выпуск подкаста сочный геймдев меня зовут илья и сегодня я не один а со мной алексей гейм тестер и валентин геймдизайнер привет ребят студии в которых они работают я не называю пока что это эту информацию нельзя анонсировать но рано или поздно мы ее раскроем и так ребят мы сегодня собрались обсудить насущие темы а конкретно что там у киберпанка вообще как вы думаете на сколько игра получилась успешной играли ли вы и что можете вообще сказать про нее так давайте я поделюсь своим опытом игры в киберпанк я в принципе немного наиграл по причине занятости но тем не менее в целом не игра понравилась у меня было какое-то общее ощущение до ее выхода когда мне показывали геймплей не геймплейный трейлер да просто трейлер игры я смотрел и такой ну это что-то не то что я хочу на я посмотрел геймплейный трейлер и такой нет я в этой игре абсолютно точно не буду а потом игра вышла я поиграл этот же уровень и мне понравилось вообще с этим с ожиданием игроков большая проблема в киберпанке потому что они привели прекраснейшую кампанию пиарную просто ну массы подняли щелчком пальцев но проблема в том что много игроков из-за этой компании себе на придумали много много фантазии да как говорится ваши ожидания это ваши проблемы и когда они зашли киберпанк и там выявилось очень много проблем я хочу снять шляпу хоть на мне ее нету я сниму наушники не буду вас слышать периодическое время но мне понравился киберпанк с точки зрения арта игра выглядит хорошо красиво но это я не играл на playstation 4 хоть она у меня есть я играл ее на компьютере с rtx 380 и у меня были минимальные баги вот команда художников она со своей задачей справилась большинство проблем которые есть у нас данный момент на киберпанке связаны с нпс с какие-то технические моменты да когда у нас нпс как-то неправильно отрабатывают спавн то есть технические игра была практически не готова я могу понять почему они ее выпустили возможно издатель на них давил да и поэтому я уверен что разработчики знали обо всех паках которые у нас у которые были на тот момент в игре но возможно них надавили плюс игроки на них давили я так подозреваю если они релизит игру потом переносит потом еще раз и и объявляя дату релиза и по 5 ее переносит все-таки как ни крути со стороны общественности тоже было какое-то давление возможно поэтому они выпустили но как ни крути кибербанк это хорошая игра все баги они определенно пофиксят и игра будет прекрасной и возможно даже легендарной с учетом того что они получили анти пиар анти пиар это точно такой же пиар может быть игроки конечно отвернуться от этой игры игры но в дальнейшей перспективе она создала большую большую шумиху и я думаю что вскоре это игра по пофиксить все баги и станет легендарной как по мне она шикарная вот баги есть при старте любой игры затем нужно смириться и подождать пока разработчики их поправить вот и все вот мое мнение в принципе что вы вообще думаете по этому поводу ну по поводу багов я плюс минус согласен с высоты своего вообще маленького опыта в чуть более чем год работы в качестве тестировщика я могу сказать что из того что я увидел играя и на пк и на ps4 есть в киберпанке три типа багов первые это те которые о которых разработчики знают и тестировщики их уже давно завели сейчас над ними скорее всего ведется работа второй это тот о котором знают тестировщики но они не знают как их повторить потому что слишком много переменных и очень сложно воспроизвести там например какое-то незначительное мерцание текстур это не заведено потому что нет четких шагов для воспроизведения и третье это баги которые встречаются один раз на миллион и я прекрасно помню опять таки со своего опыта как мы все такие один раз это за реприли повторили не смогли потом это повторить снова и на выходе конечно же сразу же на реддите появился скриншот с этим же багом к сожалению это очень частая практика я уверен что большинство проблем киберпанка будут пофикшены проблема в том что пофикшены они будут скорее всего только на пк и только на консолях нового поколения консолям же вроде ps4 и xbox one им надеяться можно мало на что максимум это скорее всего на небольшое увеличение производительности на большее я бы в случае игроков не рассчитывал ну да все таки не надо было выпускать версию по под паст генконсоли все-таки мир довольно таки большой насыщенный много 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 разной информации есть и поэтому не мудрено что вот при переходе из одной локации в другую модели элементарно не успевают лоды подгружаться и из-за этого вот такой вот ужасно некрасивый вид вот я ну не могу поверить что этого они знали они об этом все знали но с случаем с киберпанком нужно держать в голове одну простую истину что для ребят из cg project red подобная игра в этой стилистике в шутер от первого лица с открытым миром довольно таки нова да это новая задача которую они попытались как-то реализовать многие люди сравнивают ее с gta 5 что не сравнивая абсолютно абсолютно по опыту потому что rockstar это самая одна из самых успешных компаний в мире у нее даже дело не в ресурсах а в опыте потому что они всегда делали большие открытые миры и они знают что и как должно работать тот же самый баг припустим с рассинхроном npc в разных ситуациях когда возникает суматоха в киберпанке они выходят из машин одновременно в той же gta есть небольшой рассинхрон это все рабочие элементы я уверен что у них в планах была реализация подобных вещей но они просто по срокам не успевали потому что есть какая-то приоритетная задача что у них есть задачи которые сейчас должны быть сделаны есть баги которые нужно фиксить и в зависимости от приоритета они их решают поэтому я не пойдем я очень переживаю за киберпанк я сочувствую разработчикам потому что для них это по факту очень сильный удар по их авторитету с одной стороны с другой стороны и я не понимаю людей которые начали возвращать копии киберпанка да вы так ждали эту игру вы так любили ее до релиза и вы ее просто предали в первый же день или во второй неважно вы ее предали просто вернув лицензии игры обратно в магазин из плойки и убрали вроде бы да из xbox вот тоже убрали но все же эта ситуация немного разочаровывает вот что я могу об этом еще сказать заброшу еще немножко свои пять копеек я на самом деле понимаю сравнение с gta 5 но немножко не в том видимо ключе в котором это увидел ты потому что я играл в gta 5 на релизе на xbox 360 и там были абсолютно те же проблемы с непрогружаемостью лодов с исчезновением коллизию моделей это все уже было и просто этот опыт в какой-то степени не был взят в учет разработчиками киберпанка но оно и понятно потому что прошло уже слава богу 7 лет фактически даже больше проблема не проблема проблемы нет я тоже действительно сочувствую разработчикам но в то же время я отчасти понимаю игроков которые возвращают деньги потому что столкнись я с какой-то от масштабной прямо ужасной проблемой в киберпанке вроде того же блокера дальнейшего прохождения я бы явно к сожалению бы не ждал патча потому что ну такой сегодня потребительский рынок он заключается в том что ты должен за минимальный отрезок времени потребить как можно больше контента потому что рынок перенасыщен контентом и поэтому я понимаю людей которые рефандят я понимаю и уважаю людей которые не рефандят и у них есть время ждать патчи сам вхожу в второй лагерь и что упор на патч с точки зрения денег киберпанк же окупился да или нет да окупился ну довольно таки неплохо я уверен что они все пофиксит и у них еще будет больше заработок на данный момент киберпанк же продается в стиме в гок да это их платформа вроде бы в день и игр продают и где еще есть в ну на и gs microsoft store и сбоку store ну да ну что могу еще сказать что я обязательно эту игру да пройду потому что я люблю все таки вот игры сюжетом кстати на сюжета вот кто-то насколько сильно углубился в него интересный вообще или нет потому что я какую-то определенную черту пересек невозвраты мне принципе завязка понравилась персонажи не пустые но проблема с нпс и вообще с народом в игре определенная есть на пустота такая немного ощущается но опять же скажу что это с моей позиции у меня был багов было очень мало очень мало багов у меня был только один баг когда у меня персонаж мой мпс напарник просто насквозь прошел машину все больше у меня ничего не было и это и был одиночный случай то ли у меня такой везучий билд попался хоть я не уверен то ли просто все люди которые насколько я знаю все люди которые тестили игру а вот журналисты да они играли вот на карточках ртx после нормальным с хорошим железом да и этих проблем они не замечали давали высокие оценки хотя и я не уверен что только в этом может быть проблема вот но насчет сюжета тут можно было бы сказать много но по-хорошему бы обойтись без спойлеров но прежде чем перейти к сюжету я хотел бы немножко отойти в сторону и свои общее впечатление о киберпанке в целом и движа вокруг него а хайпе который был вокруг него как хорошее так и плохое потому что чем заполнился 2020 год вот во всяком случае весь декабрь это было время вокруг киберпанка потому что слишком много медиа слишком много хайпа огромное ожидание как уже было сказано от игроков из этого всего но тем не менее очень больно и в какой-то степени даже крайне печально смотреть на всю вот эту вот ситуацию потому что как только игра вышла первые наверное несколько недель это и видел посты у себя в линкеде среди контактов где они вот скидывают скриншоты что вот я нахожусь в титрах я участвовал в разработке этой шикарной игры с таким большим количеством контента настолько высоким уровнем продакшена я внес свой вклад в игру сделал супер много и при этом это не не было оценено игроками по достоинству игра не идеально да разработчики а ладно даже не разработчики маркетологи обещали больше вот тот же сюжет игра позиционировал себя как игра в которой огромное количество вариантов выбора но на самом деле там только несколько моментов где у тебя действительно есть выбора он на что-то влияет в остальных же ситуациях у тебя есть выбор глупого варианта который ты в принципе выбирать не должен потому что так как бы не вписывается в то что происходит на экране а вот и выбор очевидного варианта который ты вероятнее всего выберешь и при первом прохождении к сюжету вопросов и вариативности вопроса относительно вариативности быть не должно но если ты зайдешь там в игру и захочешь пройти там 2 3 раз ты обязательно выбирая другие варианты поймешь что в принципе это ни на что не влияет и ты видишь ту же самую картинку то же самые те же самые сцены и и даже диалоги будут выглядеть немножко коряво потому что ты выбираешь не очень такой правильный вариант и тем не менее то что ты выбрал в лучшем случае игнорируется в худшем случае на выглядит как-то неестественно но окей это можно понять потому что если углубиться можно сделать смело вывод что разработка пяти минут сюжета по веточке она обходится очень 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 дорого с таким уровнем акшена и разработчики пошли по пути где они не просто плодят вот эти вот ветки а делают скажем так движение игроков вперед чтобы не как ведьмаке третьем игрок две недели проходил игру пытаясь завершить основную сюжетку там какие-то побочные квесты а просто игрок шел вот по сюжету и получал максимум чтобы ему не приходилось прыгать по вот этим вот веткам вроде как бы для сравнения хотелось бы привести тот же dragon age origin там есть варианты выбора и они действительно влияют на игру они влияют на то что ты увидишь конечном итоге что ты видишь в концовке какие у тебя ресурсы будут там финальной битве и так далее здесь же ты в принципе имеешь право выбора но толку то есть ты как будто смотришь фильм а вот ты имеешь возможность взаимодействовать ведем но при этом как-либо повлияет на то чтобы он отличался от того что было задумано разработчики в принципе ну ты не можешь и вариантов у тебя других нет ты просто проходишь сюжет и в принципе если откинуть в сторону вот мысли а по поводу окей сюжет он один вариативности нет но тем не менее он классный он реально классный вот подсцены персонажи их поведение почему они себя так ведут там и психология это все очень круто сделано но то что маркетологи подавали игру как игру которую можно перепроходить несколько раз потому что на большая вот это все таки было неправильно с стороны потому что на самом деле этого нет но это не отнимает того что в игре просто превосходный арт игра выглядит великолепно этот город игровой он настолько крут что он умудрился в себя вместить такое количество разнообразия там и по сути много не просто одна категория людей да вот там европейцы допустим а там и синдикат условный вот и люди которые скажем так вот 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 эти банды их постоянные которые между собой сражаются за контроль в этом городе и руководители больших корпораций и это все перекручено и это интересно ты в это веришь это не просто как в очередной игре которая является конвейером где все тоже оставляет просто меняют сеттинг в лучшем случае и все остается как и было то есть заменили текстурки заменили сценарий вот у нас новая игра вот здесь же сделано было действительно очень много пусть они и ориентировались на киберпанк 2020 вот но тем не менее не сделали прекрасную игру и они хотели сделать больше чем просто игру у них получилось в каком-то смысле в некоторых направлениях в плане звука озвучки в плане музыки в плане арта визуальной части здесь все здорово в плане геймплея в плане прокачки отлично в плане там какого-нибудь интерфейса все печально в плане вариативности сюжета ну тоже все не очень круто но продукта крутой чтобы там не говорили чтобы там не думали но и самое главное что обиды то из-за чего игроки хейтит игру а люди которые в этом хотя бы немножечко больше понимают насколько огромный был кусок работы проделан чтобы в конечном итоге получилось то что есть в те понимают что это просто превосходный продукт и когда был установлен рекорд стиме больше миллиона копий запущенных одновременно это здорово но когда через несколько дней началась вот эта движуха по поводу хейта киберпанка того насколько он плох насколько он ужасен как подает акции у city project red даже сам акционер из city project red как бы подает в суд на city project red за то что не обманули игроков и все вот это было безумно страшно за то что этот проект не окупится но он окупился по деньгам и мне как минимум за это спокойно потому что если бы был отрицательный опыт то возможно мы бы не очень скоро увидели подобного рода продукты когда стараются сделать нечто больше нежели просто игру в которую ты зайдешь там пару вечеров поиграешь ты не забудешь эта игра подарила нам столько эмоций столько впечатления столько вот мыслей и при этом даже не обязательно было играть потому что еще до игры множество игроков усили такое большое количество контента вокруг киберпанка вот и это тоже чего-то стоит и я думаю хотя бы за это киберпанк будут помнить место будет полностью согласен вообще было очень интересно мне наблюдать посты разработчиков вот как ты говорил они выложили что они участвовали в разработке игры был такой момент что первое время когда только этот пост вышел там были комментарии о боже мой я вас поздравляю эта прекрасная игра шикарная потом когда кто-то поиграл там следующая прослойка комментариев пошли и там уже люди что происходит причем они почему-то это environment artist у пишет он такой что я сделал прекрасное окружение что пошло не так вообще есть определенное они замахнулись очень это амбициозный большой проект да может быть что-то не получилось но целом игра получилась хорошей вот касательно того что нет каких-то особой вариативности извините меня это это масштабный крупный проект в котором реализовать ну то есть тут ты даже если инди проект делаешь вот как или даже мини игру ты понимаешь сколько у тебя и задач сколько есть незакрытых вопросов а тут настолько большой открытый мир где еще куча куча квестов и сюжетка то есть нужно понимать если ты хочешь сделать много ветвей сюжета но то нужно сделать игру более-менее линейной да как это у нас есть в detroit become a human то есть но это вообще игра фильм я его проходил вообще я не знаю 10-15 раз его проходил эту игру это игра шикарная вот если вам нужна вариативность сюжете вот пожалуйста detroit become a human метро относительно да имеет несколько концовок зависимости от того как ты ее проходишь но все же это большой открытый мир в котором получить с таким уровнем качеством несколько разных концовок это просто бы они так большинство вещей не успели сделать если бы они сделали еще какие-то дополнительные ветки возможно это будет делать си мы не знаем возможно они это добавят но просто если бы этого было еще там возможно бы и грады вообще не вышло может быть вышло бы еще через лет 7 все-таки ну это большой продакшен много людей три пола и как ни крути поэтому все что можно сейчас сделать это я поаплодирую киберпанку за то что точнее cg project за то что они сделали эту игру они ее релизнули не выпустили они пиф пофиксит баги и я уверен что в дальнейшем я прекрасно в нее поиграю на playstation 5 все будет шикарно в принципе я думаю на playstation 5 и так все шикарно ну или на к боксе посмотрим не знаю но я ее на пока начал проходить мне в принципе и там все устраивает вот но в принципе интересная тема и хотел бы еще обсудить новый трейлер stalker 2 опа а вот и интересная тема подъехала но не то чтобы киберпанк был не интересен но stalker 2 тизера вы вообще смазнул смотрели как вам понравилось или нет какие ощущения ловили потому что у меня вообще я когда он вышел вроде бы вечером ночью я сидел там или смотрел что-то или читал и такой опыт трейлер тизер точнее stalker 2 такой посмотрел я пол ночи читал комментарии людей и они настолько были страшные ужасные то есть не конечно есть большой слой большой пласт позитивных комментариев которые я упал я просто не воспринял потому что ну окей человек хорошее мнение прекрасно но были комментарии которые меня очень сильно поражали особенно комментарии которые мне уже надоело видеть я сейчас ни в коем случае не это позиция не компании это мое личное мнение да что это за метро то есть люди пишут куча комментариев это метро эксодус это метро 233 извините меня ребят пост апокалиптическая обстановка в снг образно говоря метро и stalker все одно и то же какой какая ну то есть может быть атмосфера до пост эффекты могут быть разные но вот визуально разломанное здание в этой игре и в той почему вы не сравниваете в с last of us да ну там тоже разрушены есть вещи ну ладно может быть я поспешил там много растительности прочих вещей но просто каждый третий комментарий stalker 2 это метро я такой прикольно классно ну она так по факту тоже пост апокалипсис и там и здесь тоже кто-то пишет шикарнейшая графика кто-то пишет фу графика из 2007 года ну вот только вот я вот эти комментарии пол пол ночи провел читая их но было еще много положительных моментов где люди писали что шикарно они ждут все-таки 2020 год точнее 2021 до 2 23 когда игра выйдет она ожидаемая очень да будет вообще эпично если релиз будет stalker 2 в 2022 году 02 02 в 2 часа ночи это будет очень эпично вообще что думаете по поводу трейлера понравился он и вам или нет и вообще какие ожидания от того что будет вообще хотелось бы сказать насчет твоего вопроса видели ли мы этот трейлер скажем так странный образ всего за пару часов попадает в рекомендации youtube и это на игровую тему ну во всяком случае мне довольно таки было бы тяжело это сделать вот что касается графики того что сравнивать метро 2033 да кому он метро прекрасная игра если stalker 2 выйдет такой же прекрасной игрой я буду только рад потому что естественно stalker и вся вот эта вселенная все вот вот это же не просто игра вот это ну блин вот вот сложно сказать на самом-то деле потому что это одни эмоции stalker это то что подарила людям и вообще в окровой индустрии показать насколько крутую можно делать атмосферу потому что атмосферы в этой игре было просто нечто открытый мир да он был загрузками да там есть свои нюансы но игрок когда играл в эту игру я вот смотрю на то только с точки зрения игрока не с технической части не с каких-либо других сторон но вот то как себя ощущал игрок в игре он чувствовал что он имеет полную свободу он понимал что он делает зачем он делает ему это было интересно не каждая игра которая выходит сейчас дает хотя бы нечто подобное хотя бы какие-то такие же ощущения естественно из-за этого у второй части stalker а люди будут ожидать наверное даже больше чем от гибербанка потому что столько лет ничего не выпускать и потом вот 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 мы показываем что stalker будет много людей этому очень рады но тут еще такой вот нюанс игра не готова у него поиграть хочется очень хочется чтобы игру сделали превосходной и я верю я уверен что игру сделают такой но тем не менее немножко боязно потому что первая часть ну первые три да они же были очень классные и если игроки которые обожали вот эту стал вот этого вот stalker получит то что им не понравится вот это будет очень страшно и для этого есть определенные основания вот с моей точки зрения как я это все вижу первый stalker он не был финансово успешный потому что продукт был супер популярный в снг у нас люди любят пиратить во всяком случае так было десять лет назад и сейчас разработчики естественно это понимают и будут ориентироваться на то чтобы получить максимальную прибыль своего проекта а значит будут ориентироваться на массы игроков то есть они будут делать так чтобы в принципе всех все устраивало но когда вот использовать такой вот подход возможно изюминка данной игры может быть утеряна и я очень этого боюсь мне бы очень этого не хотелось потому что я сам фанат stalker я его проходил несколько раз каждый раз каждую новую игру каждую сессию я просто получал удовольствие от этой игры я прекрасно помню первый вечер когда вот зашел посмотреть что это такое почему все говорят что stalker это прикольно это наверное год десятый нет 12 год был да и я скажу вот я еще школьником был я доиграл до утра и потом пошел я еще забыл сказать что еще где-то 30 процентов комментариев было в духе не обосредить точно так же как киберпанком ну я прям цитирую люди писали это тоже было очень забавно на злобу темы с киберпанком кстати вот еще скажу вот минуту касательно того будут ли ее пиаратить но с учетом того что когда ну для многих это игра детства да все кто играл в stalker это сейчас уже взрослые люди там по 30 по 40 лет да я думаю что вот я сколько с кем общаюсь да мне постоянно говорят что они игру купят все таки ну вы я очень сомневаюсь что ее кто-то будет пиратить в снг особо в крупных масштабах я думаю все таки у людей включится так сказать рубильник ностальгии и они все таки захотят отблагодарить за то что stalker 2 все таки вышел вот я думаю не лишено пиратства конечно он возможно будет но я думаю немного в других масштабах потому что для некоторых это легендарнейшая игра их детства все таки и я думаю что многие так сказать ее окупят ну я тут сунул свои пять копеек начнем по порядку с того типа видел ли я трейлер учитывая то что я скажем так занимаюсь редакторством в одном сообществе украиноязычном которое специализируется в принципе на всем украинском геймдеве в том числе разумеется это касается и gc game world и так дальше я должен от лица всей редакции поблагодарить gc game world за то что у нас отобрали на два часа нашего сна чтобы быстро написали новости еще и успели в числе хотя бы первого десятка а касательно самого трейлера на самом деле за 50 секунд лично я как энд-юзер навряд ли бы сумел понять прочувствовать какой будет игра цвета кор какие-то определенные графические решения особенно например вот динамика которая есть в трейлере она действительно чем-то напоминает метро и у меня возникает вопрос ну а что плохого ну то есть как метро как по мне это идеальная игра с точки зрения того как она одновременно угодила и западной аудитории и восточноевропейской то есть они сумели каким-то до сих пор непонятным для меня макаром усидеть на двух стульях ну и слава богу я собственно довольно сильно рад из-за этого разработчиков если stalker сумеет ровно также в себе совместить восточноевропейский колорит какие-то отдельные прям большие пласты атмосферы из прошлых частей сумеет совместить с новыми веяниями какими-то современными трендами ну главное не перегнуть в этом плане но тем не менее я буду только рад и счастлив касательно реакции людей особенно типа не обосритесь так как это было с киберпанком ну это теперь будут вспоминать очень долго к этому просто надо быть готовым с этим надо смириться теперь это будет новым мерилом главное не сделайте так как до выхода следующей столь же громкой игры которая к сожалению должна будет провалиться вот не провалиться а которая должна будет наделать шуму еще больше чем киберпанк надеюсь очень надеюсь что stalker этого не сделает касательно вот этой вот определенной боязни о которой уже говорилось она присутствует на самом деле у всех я могу судить вот по тому что я общаюсь с некоторыми читателями нашего портала я с ними веду диалоги дискуссии и да они все очень сильно боятся того что stalker 2 очень сильно поменяет вектор и очень сильно не в ту сторону которая им нравится и на самом деле это сейчас скорее относится к разработчикам игры им надо быть готовыми к тому что всем угодить они точно не смогут и что будет довольно лагерь и он будет немаленьким который будет брюзжать о том что игра цитирую как было с киберпанком говно параша куда вы лезете верните нам наше детство и так дальше просто надо будет быть готовым верните нам наше детство очень забавно кстати касательно возможно я могу предположить почему многие люди написали комментарии это метро во первых я тоже я очень сильно люблю серию метво метро прекрасная игра могу предположить что помните в метро хе была известная музыкальная композиция которая сопровождала большинство ну тизеров да припустим трейлер точно тоже самое у нас есть имеется в этом трейлере прекрасное музыкальное сопровождение которое я напоминаю напеваю практически каждый день все это моя песня дня так сказать она прекрасная вот я надеюсь инструментальную верну то есть этот сэмпл выложит да куда-то чтобы я мог его скачать добавить себе в антюнс и сидеть слушать его 24 на 7 вот я думаю что может быть поэтому я могу предположить касательно да но да ну слушай всегда будут недовольные которые будут возмущаться что что-то не так это есть в любом виде творчества да всегда кто-то будет недоволен и это нужно понять и осознать вот ну если код что-то есть добавить по сталкеру можем еще обсудить или мы можем двинуться к нашей следующей интереснейшей теме как вы считаете я бы хотел вот добавить там был момент по поводу вот этих гневных комментарий не обостритесь как с киберпанком это уже да в каком-то смысле превращается в мемчик потому что наверное когда ты идешь в магазин и тебе скажут там возьми все что нужно можно уже даже этот мем туда приписывать потому что это действительно забавно но блин вы еще ничего не увидели вы увидели 55 секунд графики музыки и то музыка это сложно потому сложно назвать это музыка потому что то что в тизерах трейлерах это продающая музыка да она атмосферно да она круто выглядит да динамично но это еще ничего не значит зачем стать что-то плохое или даже что-то хорошее если ты еще там не разобралась это потому что тут нюанс том что блин игра то потрясно выглядит ну да будет локация которую мы видим в игре мы видим насколько качественная текстура насколько высокий уровень детализации а значит графон будет стоить лучшим и это уже хорошо потому что как-никак 2021 год вот поступил и все-таки нужно соответствовать тому чего люди хотят ожидать от игры в наше время но важно в этом даже не сама графика будет потому что я бы сейчас спрошу и не хотелось бы услышать мнение каждого как думаете почему танкер стал для людей вот культовой игрой что в нем такого особенного почему он оказался настолько крут и зашел практически каждому игроку который в него играл на я вас совет союзе и не только я вот хотел по этот момент сказать я считаю что сталкер в первую очередь эта игра не про сюжет да ну то есть там есть сюжет он довольно таки интересно но все же это не главная опорная точка которая дает игроку массу возможностей в этом открытом мире то есть это разработчики игры дают игроку возможность модулировать свои какие-то игровые ситуации то есть он сам может себе допридумать досоздать свою историю в этом большом открытым мире в целом это относится не только к сталкеру это ко всем open world миром где у нас есть возможность сделать что мы захотим то есть здесь мы должны сделать свою историю то как мы хотим делать это парадоксально не звучало и я считаю что сталкер только по этой причине что вот мы можем мы хотим и мы это делаем стал такой вот довольно таки культовой игрой к тому что там было очень много механик которые это позволяли делать вот и атмосфера конечно же это окружение атмосфера для снг комьюнити эта игра потому что ну это интересно это закрытая тема так сказать но сейчас уже не стоит на столь закрыта чернобыль можно попасть уже экскурсии водятся вот у меня вот недавно как недавно полгода назад где-то знакомые ездили туда за референсами так сказать но лично я считаю так за вот время которое я плюс-минус пытаюсь вариться в кругах украинского геймдева я я узнал всю историю его зарождение там чуть ли не от первой игры если кому там будет интересно погуглите прыгоды пионерки к сене и вот вплоть до современности и сравнивая сталкер со всем что в тот момент выходила на украинском игропроме на украинском рынке и на российском рынке белорусском в принципе постсоветском и даже восточноевропейском потому что сталкер по сути делил релизное окно вместе с первым ведьмаком от тех же сиди проектов я могу с уверенностью сказать что в принципе по масштабам про по пиар-компании по сотрудничеству с зарубежным издателем все это сталкер был если не первым то он был одним из первопроходцев всего этого то есть он затащил фактически к нам свое время thq он по сути показал как делается большой triple a game dev весь этот пайплайн с кучами переделок выгораниями кранчами увольнениями целых десятков людей с командой приходами новых талантливых специалистов и это все он показал и за это он может быть любим и почитаем например внутри непосредственно комьюнити украинских разработчиков и постсоветских что касается непосредственно игроков то здесь я действительно буду разделять мнение того что он в первую очередь цепляет людей своей атмосферой потому что это действительно было ну на моей памяти например первая игра которая использовала в качестве локации знакомые нам вот эти вот девятиэтажки хрущевок там не было 9 были брежневки девятиэтажки вот это вот все знакомое что вот такой вышел посмотрел в окошко и вот ты прямо можешь увидеть пейзаж из своей игры правда непонятно это хорошо или плохо но тем не менее кстати касательно тизера я сейчас минуточку скажу вот мы обсуждали этот вопрос то есть геймплейный тизер но главная задача тизера это продать игру показать ее и вызвать эмоции я считаю что этот трейлер прыгнул выше головы и он у меня просто мурашки были по коже не важно что там человек не ходит что там есть пролет но все равно это сделано для того чтобы у людей их зацепить заинтересовать и для меня и меня этот трейлер в ту ночь когда я читал комментарии весь весь ведь он меня очень сильно зацепил во первых музыка вторых атмосфера в третьих этих пролет мне ну это было шикарно он сделал свое дело на сто процентов поэтому вопросов вообще никто бы что не говорил это шикарный геймплей тизер вот в рамках вот двадцать первого года двадцатого уже в тот момент вот да салам согласен потому что действительно трейлер свои задачи выполняет на все сто процентов но я хотел услышать мнение по поводу вот вот все говорят stalker эта атмосфера это свободный мир ты там играешь получаешь удовольствие естественно но что именно формируют эту атмосферу почему игра так круто ощущается вот в чем секрет этой игры кто знает мне мне просто именно это интересно слушателям будет также почему этот мир интересен почему что именно создает вот такую вот атмосферу почему ощущения от игры настолько крутые что они запоминаются они въедаются вот в сознание игрока настолько сильно что он вспоминает об этой игре спустя много времени спустя годы устанавливает ее по новой проходит и не забывает о ней и с удовольствием рады вот многие игроки видеть stalker 2 вот почему я могу предположить точнее я когда смотрел вообще у игра ощущается играется по-особому но я свои ощущения я вообще очень люблю кино и когда я смотрел фильм тарковского stalker да он оставлял какие-то особые ощущения и заставлял задуматься касательно ну то есть это я вообще просто в целом про чернобыль про эти места мне кажется что большинство игроков так зацепило это что мы попадаем в мир в котором происходит события которые но нам предстоит еще узнать и со стороны исследователя это очень интересно пойти разузнать что случилось пронестись по сюжетной ветке и исследовать этот мир возможно так я предполагаю это что я могу предположить что конкретно какого-либо единого единственного элемента который формирует вот эту атмосферу его нет лично по моему на мой взгляд возникает при синергии и сюжета и визуальной составляющей ну на сегодняшний день это уже не так легко понять как в том же 2007 но тем не менее это и система симуляции жизни которая работала пускай и не во всех частях а по моему только в чистом небе и в зое припяти но она работала это и gunplay это и дизайн локации это sound design очень немаловажная роль непосредственно в stalker потому что скажем так согласитесь ночью в когда ты вот ночью играешь в stalker и у тебя и в игре ночь это не самый комфортный экспириенс это придает определенный дискомфорт и от этого нагоняется саспенс и становится только более страшно и от того же интересно и вот пожалуй с этого вот такой вот микс он и создает атмосферу того самого stalker я понял ну в принципе да ответ на свой вопрос получил собственно почему вообще это спрашивал есть скажем так большая вероятность того что люди которые работают над stalker сейчас нас услышат и как я уже говорил что stalker 2 для меня это будет игрой который я уже жду и я хочу чтобы она получилась настолько крутой настолько были и первые части только лучше и поэтому я бы хотел обратить внимание разработчиков на то почему игра успешно была тогда и я сейчас выскажу свое мнение в чем секрет в чем вот этот ключ к сердцам игроков почему игра находится в памяти и люди готовы в нее возвращаться дело в том что чтобы объяснить свою позицию где наверное немножко зайду со стороны потому что прежде чем это все понять необходимо вообще задаться вопросом почему люди играют в игры и почему им это приносит удовольствие дело в том что наш мозг устроен так что он постоянно поощряет нас за правильно принятые решения и независимости от того что мы делаем чем мы занимаемся происходит ли вот эти события вокруг нас в реальной жизни или же в игре мозг нас награждает за правильные и за неправильные решения потому что так заложено у нас в генах это эволюция так должно быть это нормально и ключ stalker в том что он настолько круто вписываться в сознание игроков вот ты выходишь на улицу и ты видишь очень похожий визуальный стиль я имею ввиду сами постройки какие-то в общем то что можно было увидеть в первом stalker в принципе это то с чем люди сталкивались до этого в реальной жизни и поэтому обманывать вот наше сознание очень легко и мы как будто уже не в игру играем а как будто это все происходит у нас в реальной жизни несмотря на то что мы находимся возле монитора перед клавиатурой мышкой и управляем этим игровым персонажем то что касается атмосфера на самом деле там все очень просто игра с визуалом которым мы привыкли но при этом игрок получает новый экспириенс которого он не может получить в реальной жизни потому что этот игровой мир он настолько таинственный он несет в себе опасность каждый артефакт это может быть потенциальной прибылью или же причиной смерти игрока и ты как будто по лезвию ножа постоянно идешь ты рискуешь для того чтобы достичь какого-то результата и это очень здорово потому что не всегда у тебя получается то на что ты рассчитываешь а значит ты делаешь ошибку возвращаешься к своему сохранению учишься становишься лучше и поэтому наш мозг награждает нас эндорфинами мы получаем удовольствие от игры от того что мы учимся в нее играть правильно мы наконец-то принимаем правильные решения учимся адаптироваться и выживать в этом мире я сейчас такой вот момент скажу очень важный как по мне люди когда начинают играть в stalker их просто бросать в этом мире и такие ну давай вот у тебя есть калаш иди там выживай смотри что тебе кровосос не съел ну я конечно утрирую но суть в том что игрок оказываться в агрессивной по отношению к нему среде его задача выжить а тут еще как бы нужно какие-то квесты исполнить это вроде как бы там должен мир спасать и вот вот все вокруг этого и тем не менее мы выходим в в этот мир нам страшно мы боимся за свою жизнь и тем не менее нам очень хочется вот узнать что же будет дальше вот это желание к приключениям к изучению это мира не покидает нас от самого начала до самого конца и тут есть просто превосходный контраст потому что как только мы заходим какой-нибудь дружную безопасного условно безопасную деревню где есть npc которые играют на гитаре у костра и вот казалось бы за границами этого этого деревни нас везде ожидает опасность на нас могут напасть нас могут убить а вот тут уже прям уют у этого костра можно послушать какой-нибудь анекдот можно немножко отдохнуть можно принести выложить кучу патрон кучу артефактов сложить себе вот я выбрал это будет мой домик я зачистил этой деревне всех монстров и теперь там можно жить и в какой-то момент на эту деревню нападает толпа мутантов и ты вместе с этими жителями этой деревне ее защищаешь и это действительно круто это экспириенс который дарит игроку очень много эмоций и они не только позитивные потому что сейчас как мне кажется в какой-то степени для продакшен это правильно но для экспириенса который ты получаешь от игры я считаю нет потому что все игры поголовно стараются делать так чтобы играть только приносил удовольствие чтобы игрок только радовался чтобы ему все нравилось но они забывают таком мощном инструменте который называется контрастом когда между очень круто и очень плохо огромная разница и когда ты постоянно не только по кривой сложности но и по кривой относительно эмоций которые ты получаешь от ощущений которые ты получаешь и я не просто так заговорил о чувство чувстве опасности и о чувстве безопасности потому что этот инструмент в первом stalker использовался очень круто и и как мне кажется он один из ключевых моментов является одним из ключевых моментов почему игра вообще стала успешно игре удалось насколько круто обмануть наше создание что мы уже просто не ощущали что это не игра мы просто не жили и это очень круто потому что игра которая способна которая способна сделать то же самое не так-то много и безумно обидно что такие игры когда появляются на рынке их сразу же любят они приносят огромное количество средств разработчикам а вот в stalker они сделали прекрасный продукт но заработать на нем увы из-за пиратства из-за особенностей рынка игрового в то время ну вы им не удалось и это очень печалит надеюсь в stalker 2 будет ситуация совершенно другая будет в плане игры и того насколько она будет классно с точки зрения экспириенса игрока я очень надеюсь что все будет хотя бы так же и не хуже но что касается того подойдет ли игра аудитории будет ли покупать я очень надеюсь что люди как игроки которые понимают что игра делается для них вот ну все же будут ее покупать платить будут ждать и игра позволит разработчикам очень много на ней как заработать так и сделать продукт за который будет не просто не стыдно продукт который можно будет гордиться так что успехов больше мне добавить ничего ну хотя бы сказать а ты говорил про эмоциональные горки которые играют на контрасте в принципе это же есть и других играх такие как uncharted last of us там тоже вот есть методом проб и ошибок ты получаешь конфетку или по шее за разные действия в принципе это есть во всех играх но все же я немного хочу сделать акцент на возможности игрока моделировать игровые ситуации я расскажу из своего личного опыта как есть такая в 2012 то ли 10 игру вышла игра раст олегаси это еще первая версия это как сурвайвл да вообще в чем плюс сурвайвл игр с open world такие как дейзи раз в том что в этом открытом мире мы способны делать то есть строить свою историю самостоятельно тем самым мы вовлечены больше вот тоже самый раз когда мы так сказать начали организовывать какой-то клан или группировки людей да у нас уже возникла какая-то историческая культура ну что мы сервера на сервер переходили и весь смысл наш был в том что мы приходили на сервер и считали себя завоевателями и захватали большие глобальные территории строили на них вышки ходили на рейду ущемляли других людей ну то есть это по факту мы могли просто сидеть в халупе собирать ресурсы строить новые дома и все мы же на себя примерили так сказать мантию завоеватели да и внутри этой игры моделировали разные игровые ситуации то есть у нас были засады на нас нападали мы отступали нас разбивали там ну там просто можно было книгу написать что у нас просто за один день там вырезали нас всех убрал уничтожили все наши дома у нас не было ничего мы ушли далеко далеко за карту в подполье в подполье долго было время находились отстраивались потом в один тоже момент в один день сокрушили их все дома и снова были на троне вот это есть к сожалению не во всех играх вот из-за большинства ограничений но там прямой я припустим приду пример вот assassin's creed black flag насколько я помню там вроде бы можно было там не было системы уровней которые у нас есть сейчас да я мог поплыть куда угодно и сражаться с кем угодно да то есть я мог заплыть очень очень далеко на какой-то остров и там будет на бы моего уровня я могу как-то себе представлять что вот я капитан ушел куда-то в дальнее плавание и фантазировать целом геймплей который точнее история которая придумана разработчиками на не всем приходит по вкусу вот я большинство игр сначала пролетаю по сюжету как метро да или assassin's creed а потом он когда уже делать ничего то же самое ведьмак или прочие игры когда уже ну я уже прошел сюжетом ничего нет интересного я уже начинаю дофантазировать и придумать какую-то собственную историю я в это вовлечу намного больше вот в том-то и смысл stalker в том что мы у нас есть свобода выбора свобода поступить так или иначе пойти в то место или другое передать или поддержать и за вот это вот вариативности она тебя больше вовлекает нежели ты идешь по сухому сюжету где если плохие персонажи и плохой сюжет то она тебя ничем не цепляет вот тоже самый last of us part 2 ты просто сидишь и переживаешь каждую секунду потому что ты видишь что персонажи живые что история она действительно могла произойти и вот эти вот все вещи вот я говорю про линейную конкретно игру что вот если у вас нет открытого мира и возможности игрокам создавать свою историю дайте им историю но чтобы она была хороша в года вор тоже персонажи прекраснейшие за ними интересно ты ну если игра по сюжету слабо это ты сам уже начинаешь как-то придумывать и что-то наподобие года вор я хотел быть кратоса мне было интересно что с ним произошло что с сыном и вот вот это вот мне кажется играет ключевую роль успеха stalker то есть ну конечно же атмосфера без ну без сомнения то что ассоциация с реальным миром в котором мы находимся но и кража игра же популярна не только в снг но и в других странах принципе как мы играем ну какие у нас припустим игры есть запада который очень фоллаута да как бы для нас это абсолютно чужие места но в нее тоже интересно играть поэтому но для тех кто вот припустим если ты там живешь майами и играешь в игру где у тебя есть подобное окружение да то тоже в ты больше ты знаешь видишь в знакомые места как спайдермене припустим нью-йорк там вроде бы да тебе это наоборот плюс к реализм вот я думаю в целом возможности игроков моделировать игровые ситуации и ощущение ну на тот момент давайте вот придем к точке что на тот момент игра выглядела шикарно по сравнению с другими проектами вау ну то есть вообще в детстве вообще все игры которые были вот я играл моделл of honor вот я сейчас зайду моделух он я просто ну я офигею просто от графика что квадраты что происходит а в детстве это просто там все было ты допридумывал историю самостоятельно ты там дорисовывал лица ну не фигурально но тебе по барабану было что у него квадратное лицо там глаза текстуры нарисованы ты был то есть но это может быть из-за детства из-за того что фантазия так особо развитая тоже там лего играл там много чего напридумывал это может быть фантазии зависит но все же сейчас у нас уже другой уровень игр и если я захожу в игру прохожу и мне что-то не нравится хоть графика просто шикарная прекраснейшая графика но если мне что-то не нравится какой-то момент по сюжету или какой-то глупостью я ее просто не играю дальше вот мне не понравилось припустим ну ладно не буду сейчас и говорить какие игры мне не понравились может быть отдельно об этом расскажу но я думаю вот это тоже играть какой-то ключом момент просто может быть потребитель стал слишком заживавшимся возможно поэтому вот я считаю так мне кстати понравилось что ты сравнил talker с 1 3 4 14 13 14 ну да да где то так потому что лего сен вышел в тринадцатом четырнадцатом как бы уже стало известно что разработчики больше на нее над ним не работают они работают на экспериментам версии и я как игрок который наиграл и в легасе там больше тысячи часов и в эксперименталку и там пятнадцатом и в семнадцатом и в двадцатом году тоже довольно много скажу что в первой части в первой части в легасе версии атмосфера была действительно какая-то своя там вот что-то пустынное было что-то я тоже в лего ты пропадаешь я просто когда я в эксперименталку ты просто зашел за экспериментал я когда зашел в эксперименталку я не стал не играть потому что ну вот прям слишком много всего я поэтому и вальгалу и большинство игр которые сейчас современные с большими открытыми мирами я и боюсь проходить потому что очень много всего за меня все сделали в легасе было мало всего вот там был какой-то базовый комплект домов да ты мог строить предметы минимально то что нужно и ты уже в эксперименталке там и раскладные лестницы 30 типов там какие-то дома это все но может быть не потому что я боюсь разбираться в этом это не сложно все но просто вот на контрасте то что было то что стало все-таки мы любим игры не за то что там очень много скинов на оружие что там очень много какая-то разнообразие возможно для игроков которые часто играют в игру них это решающее событие потому что мне не знаю бегать в cold war с одним и тем же скином или оружием надоедается временем но это мультиплеерные игры там должно быть так там должна быть поддержка должно быть насыщаемость контентом но вот касательно таких игр как легасе эксперименталку я вот так легаси как-то больше я тоже не могу это к сожалению объяснить почему это так но было приятнее играть в игры которые они были ну не то что наполовину пустые они может быть сейчас покажутся фальшивыми глупыми пустыми но там тебе что ли можно было разгуляться я не знаю но все-таки может быть это какие-то личные предпочтения не знаю все я сказал горе я согласен насчет легаси там действительно казалось бы вот если разобрать игру по частям вроде ничего особенного но целом то что там было там не было ничего лишнего вот этот минимальный набор как ты сказал который позволял генерировать большое количество различных ситуаций которые были тебе интереснее в которых ты жил которые ты чувствовал на себе это было круто но защита эксперименталки скажу что поначалу игра была не очень потом в игре конечно сделали очень много всего ты ходишь занимаешься чем чем хочешь у тебя огромное количество вариаций есть но я боялся что игра станет хуже потому что я скажу на минуточку в легаси меня были там кланы под 30 человек мы заходили на сервера да и собственно и держал с онлайном под 100 но в том что эксперименталка не хуже в ней просто больше в ней можно делать все тоже при этом графика намного лучше естественно игра безумно красиво выглядит разработчики пытались сделать прям очень много но кстати даже в этом году в прошлом году они хотели выпустить большой аддон но потом поняли что просто люди которые играют в игру то есть у них очень будет низкий фпс их видюхи это не потащит кстати на минуточку март 2020 года раз в стиме онлайн 113 тысяч человек одновременно то есть как бы игра то знаменитая игра популярна в нее нужно отдавать должное все таки какой-то степени это песочница для детей я не отрицаю потому что с точки зрения баланса я разбирал баланс эксперименталки подробно я себе формировал таблицы выводил формулы смотрел видео мне показалось что баланс в игре отвратительный но нет баланс в игре действительно хорош там все продумано все просчитано единственное что мне не понравилось так это разброс который в игре сделан он его его если переделать ли игра будет вообще просто нечто потому что есть опция для макросников разброс можно обузить и ты можешь там с расстояния 300 метров в одну точку это в любых практически шутеров макросы присутствовать чем так если сделать раз рандомный разброс отчасти рандомный псевдо рандомный можно найти решение для того чтобы пули не стрелялись 300 метров в одну точку но вообще я думаю тебе стоит поиграть в эту игру как нибудь на досуге делали сейчас сравнить с тем что было потому что я вот в начале прошлого года сравнивал и скажу тебе что игра достойно она того стоит если интересно может даже у меня на стримах зайти посмотреть там есть некоторые записи ну плюс эту игру в соло не поиграешь вообще в большинстве мультиплеерные игры лучше играть вместе особенно survival и потому что то ли один человек развивается то ли 10 и вы за 10 просто за один день просто весь сервер нагнули ну то есть такие вот вещи происходят но может быть этой проблема вот современных игр что очень большие карты во-первых очень большая карта во-вторых вы не успеваете по сроком может быть что-то сделать это все надо заставить большие карты пустые персонажи может быть надо делать чуть поменьше карты и более-менее как-то прорабатывать персонажи чтобы они были более так сказать ну живыми Как я вот сказал до этого Ну не знаю в общем Маркетить, сказать, а у нас небольшая карта Но зато мы как бы ее хорошо наполнили Проще же сказать, что у нас Огромный игровой мир Интересный Lineage 2 Карты огромные, но супер пустые Реально, ты смотришь Там какой-то пустырь и иногда мобы бегают Но Людям нравится Люди от этого кайфуют Это конечно немножко другое Но тем не менее Несмотря на то, что локации были пустые Их было много Они были большие И игрокам этого хватало Ну как, они не были огромны, как сейчас На Вальхаву посмотрим Вообще страшно Я не представляю, какое там количество людей Работало над этим всем Но это титанически Касательно этой темы Вот возьмем то же самое RDR2 3000 человек работали над проектом И синглплеерная Ну то есть Они же конечно там мультиплеер добавили Но я слышал, что Вот по окупаемости Она конечно себя окупила Но все равно Как бы она могла Заработать намного больше Потому что они потратили Очень много средств На вот эту вот большую Синглплеерную карту А большинство денег Приносит все-таки Мультиплеер Больше денег приносит Как ни крути Да И там в мультиплеере Немного другая карта Поэтому Разработчики Вот я думаю Что в последнее время Будут задумываться На тем Какие размеры Делать для синглплеерной карты А для мультиплеера Делать Ну то есть Все-таки Это играет Определенную роль Ну знаешь Red Redemption 2 Это игра Которую я называю Там Игрой искусства Это просто Превосходнейший продукт А мультиплеер В нем Ну такое Вспомним Сталкер Тоже ж Синглплеер Отличная игра Мультиплеер Просто отвратный Я помню Как я в ВУЗе Пытался с одногруппниками В него играть Это В компьютерном клубе Это да Это не то Что там стрелялка Какая-то плюс-минус Неплохая Оно хуже КСки было Поиграть Посмотреть Что-то Как оно будет В этом сеттинге Пока вот Ты играешь в сингли Ты такой Вау Вот бы мультиплеер был Завозит мультиплеер Ты такой Блин А оно на самом деле Оказывается фигня Игра в сингли Прекрасная Но с мультиплеером Не очень Ну это все-таки Как бы Ну во-первых КС это Only PvP Там изначально Это Немного другая Заточено Под одно Просто Может быть Да Я понял О чем ты говоришь Может быть изначально Они сначала Просто сделали Синглплеера Потом такие Очень много людей Попросило И они сделали Мультиплеер А оно там С косяками Все-таки Игра в мультиплеере Что было Да Игра в мультиплеере И синглплеере Она отличается По созданию Во-первых Если у вас в игре Будет мультиплеер То нужно это Закладывать Изначально Вот Ну потому что Потом Навесить это Прицепить сверху Будет трудновато Как ни крути Кстати Выходцы Из Известной Всем компании Которые Потом Решили Делать Сурвариум Они же делали Как раз таки Стрелялку Мультиплеерную Ну да То есть В том же сеттинге Возможно Это как раз таки Ребята Которые хотели Делать мультиплеер Но сделать хорошо А сделать хорошо Им не дали У них не было возможности Не хватило на это Ресурсов Не знаю Как там было Это все Но суть в том Что Они решили Сделать свой мультиплеер Вот Я играл Ну прикольно Но Ну так Вот честно скажу Вот в пвп Играх Мне сурвайл Я играл в него Но все там печальненько Немножечко Вот в таких играх Решают Пвп карты Если карта шикарная То в нее будут Гамать очень много людей Ксго Левел дизайн Построен Ну там шикарнейшие карты Вот я недавно Ходил в Валорант Да Вот тоже наподобие Ксго По сравнению с ксго Карты очень слабые Ну то есть Геймплей то интересный Но карты Слабоватые Примитивные Все таки Нужно понимать Что если ксго Ой кс Серия кс Начиналась очень давно То уже сколько лет прошло У них есть определенный опыт В этом И они могут сделать Хорошие карты Да Сильная комьюнити Тоже делает Шикарнейшие Если у вас В команде Левел дизайнеров Нет людей Которые понимают Принципы Игры на пвп карте Как бы было бы интересно Вот например Многим не нравятся Пвп карты В колде Я Долгое время Call of Duty Игнорировал Я не играл Я любил колду Только за синглплеер Мультиплеер Никогда не заходил Я всегда предпочитал Battlefield Прям экшен Мясо Но постепенно Когда вышла Первая пятая часть Я такой Ну понятно Прикольно Потому что очень долго Ничего не появляется нового Одни и те же карты И надоедает И вот я недавно Начал играть В Cold War Пвп И довольно таки Вот по сравнению С другими Пвпшками Которые играл Кто бы что не говорил Динамичная Стрелялка С местом Где побегать На картах Где у тебя могут Убить с 9 разных мест Довольно таки Интересно И напряжно В этом то и плюс Мультиплеера Колды В том что там Маленькие Зажатые карты Где ты постоянно Некомфортно Себя чувствуешь Где Тебя могут Бить откуда Угодно Вот Вот это Ну то есть Все таки Нужно разделять Есть разные Виды Карты Пвпшные И в зависимости От геймплея Тот же самый Titanfall Прекрасный Мультиплеер Был я играл Очень фанно До поры до времени Это конечно надоело Но игра с титанами И сама механика Она интересна И карты там Подстроены под это Но это мы сейчас Немного залазим Под левел дизайн Можно в принципе Перейти к следующей теме Но если вам что есть Сказать по этой Давайте обсудим еще Насчет левел дизайна Добавлю Мне Мой близкий друг Очень знаменитый Левел дизайнер Он там С CS 1.6 начинал Потом под CS GO делал Вот И Ну сейчас Делает в блокаде То есть В игре Тоже стрелялка Это в социальных сетях И в стиме Но суть вот в чем Типа Майнкрафта Я что-то наподобие Да Да Все верно Да В том что Когда он делает Допустим То что делал в CS 1.6 То есть свою карту Полностью копирует Он может в блокаде Услышать в свою сторону Нехорошие слова Что мол он скопировал Там известную карту С CS 1.6 Несмотря на то Что он являлся в ней автором И это довольно таки забавно Потому что Игроки Видят что-то в чем-то А потом Даже не разбираясь В вопросе Увидят где-то это В другой игре И они такие Ха Это нагло скопировали Своровали Там Как вам не стыдно Ребята И что-то В таком вот духе Ну Что касается Дизайна в стрелялках Да От него очень многое зависит Я помню Как вот этому Своему другу Помогал Делать баланс На игровых картах И я тебе скажу Что мы Запускали Бета 1 версию И тестили С игроками Там 16 плееров Там по 8 человек В команде Смотрели баланс Кто куда идет Как быстро доходит Это все просчитывалось Просчитывалось Высчитывалось Смотрели И так далее То были иногда Версии там Под B20 И это только Бетки Ну да Пока ты идеально Все дошлифуешь Естественно После CS 1.6 Когда Появилась CS GO И там сделали Те же самые карты Но проработали А потом Ребалансили Сделали Чтобы на них Все было Практически идеально Но им попроще Нежели Тем играм Которые вот Вот только вышли Ну да Им сделали Мультиплеер А игрок Поиграл Такой Не ну в принципе Прикольно Но лаут дизайн Еще не дотягивает Но тут Нужно время Ну да Касательно Вот ты сказал Что своровано Это вообще Позиция Глупая позиция Ограниченных людей Которые не понимают Что Ничего в этом мире Не появляется Ничего То есть Все Базируется на чем-то Что-то Из чего-то Создается Как вот В цельнометаллическом Алхимике Равноценный обмен Все художники Определенно Вот как говорится Молодые художники Тупят Я не помню Это дословно А Опытные художники Воруют Ребята Художники Воруйте Конечно же Нужно Брать На чем-то Основываться Вдохновляться Конечно Нужно потом Переделать И внести Свою Какую-то Лепту Но Нагло Наивно Полагать Что вы С нуля Что-то Создадите Даже Вот Вы можете Не осознавать Но Я уверен Вы создадите То, что Уже было Создано Касательно Карта С pvp Да Это сложная Тема Это надо Постоянные Тесты Это нужно Тайминги Высчитывать Я просто Было время Я вот У меня На листке Level design Я хотел сделать Карту для CSGO Да Чтобы можно Было Тестить В ней Мой уровень Level И потом Сделать ее С позиции Арта То есть Я как бы Как level Дизайнер И как Environment Artist Ее Эту карту Бы Реализовал И что Скажу Что Вот Изначально Я Примерно Ты создаешь Начертание Карты Как ты хочешь Чтобы она Выглядела Но потом Тайминги Кто куда Добегает Насколько Быстро И постоянные Постоянные Тесты Потому что Изначально В сырых Версиях Очень много Дисбаланса Очень много Очень читерских Мест Это все Надо эффектиться Карты Создаются Я уверен По полугоду Года Шикарные То есть Очень много Времени на это Уходит Нужны постоянные Тесты Если вы хотите На итоге Получить Хорошую Красиво Сбалансированную Карту Но этим Отдельно Занимаются Левел Дизайнеры С большим Опытом В крупных Компаниях Я думаю В принципе Это И так Понятно Закончим Мысль Да Я просто Хотел Перейти к Следующей Теме Чтобы Перейти к Следующей Теме Тему Сталкера Хотелось бы Закрыть На Интересном Таком Тезисе Потому что Мы вспоминали Комментарии Людей Которые писали Что они Видят В трейлере Метро Эксодус Окей Камон Ребят Пусть Сталкер 2 Делают Ориентируясь На метро Эксодус Только Вспомните Чем Вдохновлялись Ребята Это с метро Когда Они Делали Свою Первую Двадцать Вот мы Приехали Господа Шах И мат Закончим Мы Откуда Вышли Разработчики Метро Вот вам И под Ребро Кто там Шах Говорил На ковер На ковер К нам Сюда Разбираться Сейчас Мы разберемся Что-то К чему Ребята Конечно Примерно Так Примерно Так Ну все Собственно Мы на место Поставили Можно Расходиться Нет У нас еще Очень важная Тема Очень важная Тема Которая Нас конечно Касается У каждого Из нас Есть Крупнейшая Студия Заработок Игр В 2020 Году В 2020 Году Игровая Индустрия Принесла 127 Миллиардов Долларов Разработчикам И это Только Та инфа Которая Опубликована У нас Есть Информация О том Что Мобильные Платформы Принесли 73 Миллиарда Долларов В консоли 19 Ну 20 Грубо говоря Миллиарда Долларов И ПК Гейминг Принес 33 Миллиарда Долларов Самый Окупаемый Проект Самый Так сказать Который Больше всего Принес Доход Это был Это была Call of Duty Modern Warfare Ну в принципе Тут понятно Почему Она заработала Почти что 2 миллиарда Долларов Все таки Красивые Анимешные Скины И Battle Pass Дает о себе Знать К тому же Это игра Которая В качестве Battle Royale Заместила Пабх За своими Багами И прочими Проблемами Все таки Это игра Номер 1 Как по мне В этом Сегменте Но Дальше У нас идет FIFA 20 Тут идет 1 миллиард Долларов Ну это понятно GTA 5 991 миллион долларов Ну почти что Миллиарда NBA 800 миллионов долларов Call of Duty Cold War 600 миллионов долларов Потом идет Киберпанка На 609 миллионов долларов Принесла Sims И Doom External Я думаю В принципе Очень интересно Они там По 500 миллионов долларов Принесли Вообще Мобилки Заработали Больше всего И как вы Вот считаете Насколько Достойно То что Вот на ААА проекте Человек Художник Работает Над Высокополигональной Красивой моделью Прорабатывает Текстуры И получает Немножечко Меньше Чем Разработчик Который Делает Low Poly Модельку Для мобилок Ну конечно Там она должна быть Очень оптимизирована Это тоже труд Но все же То есть Разница в качестве Я понимаю Откуда такие деньги Все-таки У мобилок Охват больше Чем у ПК И консоли Тем более Это портативное Удобное устройство Которое ты можешь Вытащить везде Где бы ты ни был Да И спокойно поиграть Я на самом деле В игры на телефоне Практически не играю У меня там Одно приложение Медитация Все У меня больше там Ничего нету Все остальное Дефолтное LinkedIn Telegram Все по работе Только Что вообще думаете Об этом Скажу Скажут сперва Насчет колоды Дело в том Что там все-таки Лутбоксы Да и в принципе В игре очень много Инструментов Которые Ну инструменты Когнитивного обмана Которые позволяют Очень много Зарабатывать На игре Методологии Именно Вытягивания Этих денег С игрока Поэтому Наверное И почти Два миллиарда Вот А что касается Мобилок Ну Это со стороны Выглядит так легко И просто Я просто Как бы сам С Немножко С мобильной Разработкой Я В этом Ориентируюсь И вот Те же Гиперказуальные Игры К примеру Прежде чем В студии Удастся Выпустить Продукт Который Станет Успешным Вот приведу Пример Человек Работает в студии Они сделали Больше 100 прототипов Он уходит Из студии Делает 101 прототип И этот прототип Является Успешным То есть Да Мы смотрим На конечный итог Ну да Простая какая-то Моделька Уровни Вообще Так себе В целом Концепт игры Идей Не очень-то И сложный Это можно Легко повторить Но Когда ты повторяешь Уже как бы Это на рынке Не актуально Потому что Кто пришел Первый Тот на этом Заработал Кто пришел Второй Если не сделал Ничего лучше Вот А лучше Сделать Качественней И сделать Скажем так Сделать качественно Более качественно Там Чтобы оно визуально Лучше выглядело Это не значит Сделать лучше Главное Это то, что приносит Больше денег Потому что Не стоит забывать Это именно бизнес Если ААА проекты Они Инди Некоторые проекты Они смотрят В сторону Арта Я имею ввиду Именно Искусство Не только Визуальной части То Мобилки Как правило Практически Все Там 99,9 Это исключительно Бизнес И все решения Которые принимаются Они ориентированы Исключительно На то Чтобы больше Заработать А на мобилках Зарабатывать Достаточно просто По двум причинам Во-первых Мобильный телефон Есть в принципе У всех Хоть нам и кажется Что у всех дома Стоит компьютер Который запустит Любую там ААА игру Да У нас есть Потому что мы этим занимаемся Нам это интересно Мы Мы этого хотим Но есть огромное количество людей Которые Мобильные игры Окей Потому что Ты можешь В метро Установить Какую-нибудь Казальную Матч-3 игру И в принципе В нее поиграть Пришел домой Ты занимаешься Какими-то своими делами Тебе в принципе Нет времени На вот эти Проекты В которые нужно Не знаю Качаешь его Несколько часов Потом заходишь Играешь Тратишь Несколько недель На то Чтобы пройти Вспомни Ведьмака 3 Ух Все кто его прошли Молодцы Вот Но Конечно Совершенно Другой опыт Совершенно Другие эмоции Совершенно Другой подход Как к разработке Так и Геймплей Совершенно Разный Но Мобайл Приносит Больше денег По одной простой причине Юзеров Больше Спрос на рынок Огромный Когда Сейчас Есть Студии В большом Количестве Огромные Компании Которые делают Только ААА Занимаются Ими А на мобилке Смотрят Ха Фи Этим Заниматься Не буду Или же Оставкивался С случаями Когда ты Зовешь Человека Который Работал Над ААА Проектом К примеру Он Крутой Модельер А ты ему Предлагаешь Работать Над модельками Или Над играми Сценами Уровнями Для Казуальной Игры Он такой Извините Мне это не интересно А потом Ты говоришь Сколько ты Готов Платить За его Работу Он такой Ну В принципе Не так-то И плохо Люди В это Играют И так далее Но Я конечно Утрирую В каком-то Смысле Даже Шучу Но Для этого Юмора Есть Определенный Ряд Причин Потому Потому Что Все-таки Нам Игрокам С огромным Опытом Очень Легко Сказать Что Что такое Шедевральная Игра А что Такое Продукт С конвейера У каждого Конечно Свое мнение Но в целом Мы понимаем О чем Речь Но Игроку Который Является Игроком На мобильном Устройстве Он впервые Запустил Вообще Игру За всю Свою Жизнь Или Это его Десятая Мобильная Игра Вообще Играть В какую-то Механику В гиперказальном Проекте Ему норм У него Нет с чем Сравнивать Вот дайте Маленькому Ребенку Леденец Он будет Ему рад Потому что Сладенько Вкусно Кстати Почему Сладенько Потому что Наш мозг За время Эволюции Научился Понимать Что если Сладенько Значит это Очень много Полезных Веществ Это фрукт Это какие-то Ягоды Вот А дай Леденец Взрослому Человеку Он скажет Блин Дайте мне Какую-нибудь Шоколадную Шоколадную Конфетку Очень вкусную Вот А кто постарше Так и с ликером Попросит Какой нафиг Леденец То же самое И с нами В мобилке Почему ты не играешь Да потому что Тебе там делать Ничего Когда у тебя Есть компьютер У тебя есть Возможность Играть в Игры Которые В себе Имеют Огромное Количество Контента Прекрасный Визуал Отличный Саундтрек Сюжет Историю Игровые Механики И ты можешь Каждый раз Получать От игры Новый опыт Ну это одно А когда У тебя там Не знаю Телефон За 100 баксов Ты в принципе Можешь себе Скачать игру Вот А можешь Не знаю Чем-то другим Заняться Ты скачал игру Тебе интересно Тебе нравится Но у тебя Нет денег На то Чтобы поехать Допустим Куда-нибудь На Мальдивы И ты Можешь Потратить 5 баксов На то Чтобы купить Себе Какой-нибудь Скин В этой игре В принципе Ты найдешь На это деньги Платить С мобильного Телефона Вообще Не проблема Потому что Все кошельки Привязываются А Как-никак Все вот эти Покупки В мобильных Играх Это такое Временное Желание Вот Я что-то видел Я захотел Ну вот эти Покупки Которые Не являются Рациональными То есть Это Мимолетное Желание И платить Все-таки С телефона Ты просто Две кнопки Нажал И готово С компьютера Тебе нужно Какой-то Кошелек Привязать Ну если Ты там С карты Не платишь Вот Ну Думаю Вы поняли Почему Мобильные Игры являются Не на самом деле Я ни в коем случае Не хотел Принизить Труд Других людей Особенно В мобильной Индустрии Просто Ну как В пример Решил привести Поэтому ребят Кто занимается Мобильными играми Не обижайтесь Я вас понимаю И ценю Как никто Другой Потому что Я играю В Among Us Со своими друзьями Но на ПК Извините Извините Я на ПК Потому что Потому что В 4К Играете в Among Us Намного приятнее Чем на телефоне Да Если бы ты Только понимал Сколько сейчас Вот разработчики Мобильных игр Могли уловить Под текстов Твоих Так сказать Извинения Извините Пожалуйста Никакого Предвзятого Отношения Я Очень уважаю Вас Разработчик Мобильных игр Вы большие Молодцы Вы делаете Труд Который Кому-то Нужен Но сам Я буду Играть Сам Я буду Да Вы можете Написать мне Комментарий Если у вас Конечно Батарея На телефоне Не сядет Но я вас Тоже Очень сильно Люблю Если в этом Духе Опа А все-таки Ютуб Предустановлен На многих Устройствах Неужели Да Не Ну В плане Когда я был В университете На парах Я конечно же Играл в мобильные игры Я Просто уже Универси закончил И поэтому Нет необходимости В них играть И зависать Разве что Это Монхас Первое время Квида Ну игра По факту Уже интересная Хоть это Просто игра Из детства Которая называлась Скажите мне Мафия Мафия Да Вот и все В принципе Но Грубо говоря Вернемся к теме Call of Duty Modern Warfare Откуда 2 миллиарда долларов Игра По факту Очень успешная В своем сегменте Очень хорошая Большая Проработанная карта Отчасти Приятная стрельба Много оружия Да и вообще Мультиплеер Колды Я У меня есть инфа Я не уверен Что она 100% Но вроде бы Ребята из Колды Из разработчики Колды Activision Да Или Infinity Warfare Как вообще Infinity Warfare Да Infinity Warfare Они У них Есть такая методика Запатентованная Не факт что она применяется в играх Что После того как человек задонатит в игру То у него Во-первых Подбор Игроков Более-менее Интересный получается Плюс Характеристики оружия Улучшаются На доли там процентов Это вроде бы Можно найти в интернете Я где-то натыкался И Интересно Вот вообще Эта схема Она рабочая Не будет ли кому-то обидно Без донатов Но представьте Если бы кто-то узнает Что просто Если потому что парень купил скин У него там Скорострелность винтовки Которая в шутерах Решает очень много Будет ли Как вы думаете Как люди отреагируют Насколько они будут довольны От этого Что его убил человек Просто потому что он купил скин Они уже на самом деле Отреагировали Поскольку По этому поводу Писалась куча новостей Куча ресурсов Которые не разобрались Что в игре Этого технически Может и не быть Пока что И достаточно просто Зайти в комментарии К Месту Которое Называть нельзя И где комментарии Читать не нужно Из трех букв На д начинается ТФ Заканчивается Опа Вот мы Второй раз залетели На самом деле В игре И так присутствует Много имбовых вещей Например Какой-то камуфляж Если человек С дефолтным скином Бегает его Видно на фоне всего То ты одеваешь Камуфляж Или в тот же самый Пабх Это была вещь Которую ты выбивал То тебя Практически не видно Слушайте Тут реального человека Снайпера Не увидишь В этой зарослой траве А тут игра Где прорисовка Извините меня Не у всех Стоит на максимальном уровне Ты можешь и даже Не заметить этого снайпера Лежащего в камуфляже Потому что это и так Уже имбовая тема По факту А в колде Вспомнился Дефолтное снаряжение То Ну Камон Ты Очень заметен На локациях Уж прости Тебя убьют первым Поэтому Слышь Купи Купи скинчик А еще Тебя будут Там на 2% Лучшие характеристики Кстати О вот этих 2% Мне вот вспомнилась Хантерс Арена Ледженд Которая Вот как в марте Запускалась Там ЗБТ Я активно В нем участвовал Прекрасная игра Если кто упустил Стоит попробовать Посмотреть Но Суть в том Что Там Баттлграунд По сути Но Он В таком Фэнтезийном стиле И В Фэнтезийном Сеттинге Азиатском стиле Вот так Правильно И там Все вот эти Мечи Купи Ну такое вот оружие Условно Ближнего боя Там есть конечно Персонажи Которые там Средней дистанции Дальней дистанции И так далее Но Суть в чем Там Как правило В Баттлграунде Ты попал на карту И все в равных условиях Там же Со временем Ты по чуть-чуть Прокачиваешь Ты можешь проиграть На месяц И получить себе Плюс 2 Дополнительных процентов Урона Твоего героя И вроде как бы Мелочь Но Когда ты играешь И по чуть-чуть Прокачка идет Ты вот ощущаешь Что ну В принципе не зря Есть какой-то прогресс И это очень ралит Да Кстати Это есть не только В этой игре Это есть и в Warzone Есть вещи Которые Там же есть обвесы На оружие Которые ты прокачиваешь С уровнем С покупкой Каких-то вещей И например Игрок У которого есть Вал Оружие Которое доступно Абсолютно не всем С максимальным обвесом Будет убивать Я в 30 раз быстрее Нежели ты Со своей дефолтной ямкой Потому что там эти 20 Или сколько там патронов Они влетают в лицо Очень быстро И это Очень дисбалансно По отношению К другим игрокам Но С другой стороны Это проблема баланса Почему новички попадаются К таким парням И с другой стороны Все-таки Игрок должен получать Какое-то вознеграждение От того Что ты играешь Очень долго Например В World of Tanks Там ветеранам Дают какие-то Эксклюзивные танки Например Или за участие На глобальной карте То есть Это поощряет И ты получаешь Некую мету На определенное Количество времени Вот Касательно Вот даже Припустим Каких-то ММО игр Да Моба игр Вот припустим Дота Смайт Там тоже есть Донатные вещи Но они не влияют На геймплей Никаким образом Это просто скины Да Безобидные абсолютно Дисбаланс там Конечно тоже Отмечается Припустим С выходом Какого-то нового персонажа Но это все Очень жутко балансится Потому что Эта игра Основана на балансе Если какой-то человек Или бог Или персонаж будет Контрить всех остальных То все Игра ломается Но это все-таки Мультиплеер Это особенности игры В ПВП И подобных играх Вот Такой Небольшой Вброс Насчет Доты Как думаете А есть ли Внутри Механика Которая Естественно Никому неизвестна Вот чисто Мнение Людей Которые Вот Например Отсутствие Цифры 3 Вообще В коде Прикинь Они такие Нет Не хотим Это отвратительно Примерно Только Относительно Того Донатит Игрок Или нет Попадаются Ли ему Тиммейты Получше Вот Купил ты Дота плюс Или какой-нибудь Баттл пасс Значит ли это Что тебе будут Давать Тиммейтов Поприятнее В доте То что ты назвал Балансом Персонажей И так далее На самом деле Там баланс попроще Если игрок Очень часто выигрывает Ему кидают Таких людей С которым Выиграть будет тяжелее Вот за счет этого Делается баланс В основном Но в целом Да Персонажи Относительно Друг друга Вот Ну это Если в чистом виде Если какая-то система Вот например Я в доту не играю И в лолку не играю К сожалению Мне не нравится стилистика Но я играю в смайт У меня очень много друзей Играет Это тоже игра Наподобие доты Но она третьего лица И она мне Ну визуально нравится больше Вот там Есть такой момент Что Какая система Вот ты играешь хорошо Тебя кидает К хорошим игрокам Вот например К нам в пачку Заходит какой-то новичок Нас всех Не важно Что я тут супер скилловый У меня много Уровней Да Меня кидает новичкам И мы их разносим в прах Это очень дисбалансно Конечно По отношению К другим игрокам Да Но все же Такая система Она Имеет смысл быть Да Потому что все-таки Кидать Ну то есть Во-первых Это проблема баланса Как вот это вот Балансировать Игрок профессионал Тут новичок В World of Tanks Тоже такая была тема Что вот могли Разные уровни техники Заходить в матч А сейчас они сделали Один уровень техники Что был во взводе Да То ли кидать новичка На очень сильных игроков Как это припустим Делается в CSGO Если вы заходите Со всеми высокими звонками И к вам заходит Там припустим Два-три калаша То его кидает К сильным игрокам Но не вашего уровня Она чуть-чуть пониже То есть там какая-то Средняя идет отсчет И тем самым он может Себе поднимать звание То есть там вот такая Вот система есть Но вот касательно того За покупку скинов Хорошо ли делать подбор Все зависит от того Насколько большой мультиплеер Если в игру играют Миллионы людей И есть возможность Этого выбора Хороших или плохих игроков То я думаю Что это имеет смысл быть Все-таки Ну в целом да Тяжело не согласиться Тут ты полностью прав Еще хотелось бы Один забавный момент Добавить Как-то Сказал мне мой брат Что вот он играет В игру И он никогда В нее не донатит То есть разработчики На нем Не зарабатывают И я с этого Очень сильно сменялся Потому что В каком-то смысле Да Он прав Он игру в деньги Не вкидывает Но Он вкидывает время? Нет Даже не в этом Дело Я смотрю на эту ситуацию Немножко С другой стороны Есть люди Которые играют С ним Но которые За счет доната Становятся сильнее И играя вместе с ним Чувствуя Собственное превосходство То есть Они реализовывают Какие-то свои Там Желания Вот И они готовы За них платить И разработчики Зарабатывают На этом То есть Приведу пример У меня были Игровые сервера На которых Можно было покупать Игровые привилегии Знакомая ситуация В том Что Некоторые люди Их не покупают Но Чем выше онлайн Больше ты зарабатываешь И Если У тебя Очень много игроков Которые не покупают То будет больше Желающих Что-то купить И Там даже Своя формула Интересная была Я для себя выводил Наблюдал Она действительно Рабочая И это Довольно-таки Забавно Потому что В конечном итоге Люди Которые думают Что они Не переносят Деньги Разработчикам Они являются Теми людьми Которые Стимулируют Других К покупке И Это Очень важно Это жестко Очень На самом деле Да Я кстати Тоже об этом Сейчас задумался Вот Большинство Ну то есть Heartworld Rust И прочие игры Люди Которые держат Сервера Есть большой Онлайн людей Там да 60 человек На серии Или 100 И когда Ты задонатил У тебя есть Привилегия И ты Кого-то убиваешь Что люди Которые Не донатят По факту Идут в жертву Людям Которые Донатят Потому что Они вообще Не в ранных условиях Это просто Жертвоприношение Со стороны админа А особенно Еще жестче Если там какая-то Админка С правами Есть привилегии Спавн Предметов Вещей Это вообще Это крах Этого Никакого баланса Не будет Игрок просто Обидится И уйдет Вот Тут тоже В принципе Надо соблюдать Но это уже Немного другая тема Мне понравилось Как ты Сказал Жертвоприношение Игрока Слушай Пойдешь Ко мне на ударь Да Кстати Мы тут Завезли Вот то же самое И В играх От Ubisoft Они приносят Только мобов Жертвы Но там все таки Прокачка какая-то Покупается Да В Одиссеи И в Скажите мне Там где пески Истоки Да Истоки Там вот Усилители У Убыстрители Есть такое слово Прогресса Там немного Другой донат И вообще В играх Донат Это Интересная тема Вот Ну я думаю Донат все таки Это очень обширная тема И стоит Абсудить ее В другой раз Да Согласен Мы И так уже много чего Обсудили Поэтому Ребята Я предлагаю нам заканчивать Было приятно с вами пообщаться С вами был Алексей Валентин Илья И это был подкаст Сочный геймдев Увидимся В следующий раз Всем пока Мои маленькие любители Мобилок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому